Всем привет, с вами Пиксел и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба и сегодня будем прокачивать Кролика Скиппинг на 13 левел, потому что хочется мне все-таки на него четвертый слот открыть и хоть как-то более-менее адекватную сборку сделать, потому что из бицепсов вы получаете очень большой прирост, но чем-то приходится жертвовать и это немножко мешает на самом деле. Погнали прокачивать. Кстати, там разработчики писали по поводу небольшого бага у нас в игре, который сейчас доступен, который не позволяет вытянуть недавний скин на Кролика Скиппинг. И знаете почему? Я вам объясню. Видите, вот у меня есть два смайлика легендарных, а легендарного Кролика Скиппинг нет. Скина. Когда я вытягивал, ну когда я открывал боевой пропуск, уже дважды открывал его, да, там за максимальную прокачку, если премиум боевой пропуск хватит, вам выпадает легендарный скин. Так вот, мне они как раз не выпадали. Почему? Потому что у меня были эти смайлики, и игра думала, что если у меня есть смайлики, значит, есть легендарный скин. Как вам, а? Вопрос теперь, кто мне вернет эти два откроша? Ну, наверное, никто. Наверное, да. Это было полгода, чтобы вы понимали этот баг, да? Разрам было, как бы, без разницы. А сейчас они что-то заметили резко. Ну, в общем, ладно. Поговорили, как бы, про баг, и давайте теперь прокачивать Кролика. Прекрасного, прекрасного Кролика, кстати. Ну-ка, глянем. Вот ему все забустил, как видите, да? Да, все забущено. Ну что? 14 уровень. Кстати, первобытный инстинкт брать не будем, пока его не переработают разработчики. Надеюсь, в ближайшее время это сделают как раз. Когда бы какая-то там перебалансировка всего этого. Ну, потому что то, что он имеет, этот первобытный инстинкт, он того не стоит. Вот, серьезно. Это того реально не стоит. Проще уже открыть там легендарный сундучок и получить жетончики на персонажа, чем купить отдельно боевой, ну, первобытный инстинкт на Кролика. Ну что? Прокачка Кролика завершена. 13-й левел, как говорится, берется. Что-то как-то изи прокачка. Надо будет еще дальше прокачивать их. Ну что? Посмотрим сейчас, что у нас по ХП у Кролика. Ну блин, дайте как смотреть, как прибавилось 0 ХП. Так, ладно, атрибуты. Добавили один атрибут на помбу. Ну тут, как бы, выбора особо большого нету. Дробовичок, дальность тоже, чтобы их доставать. И смотрим, что у нас по ХП стал. 4000. Да, мощь, мощь. Самое интересное, точнее, ну да, 4000 ХП, 4000 урон, 85 подвижность. Такое себе, да, кстати, смотрится. На самом деле Кролика урон просто бешеный за счет дабл-дробовика. Ну, это все, конечно, уже знают. Ну что, отправляйся в боец. У нас здесь сложные бои. Еще будет заруба, наверное, просто невероятная. Поэтому надо как-то катить красиво в это все. Надеюсь, меня игра не накажет. О, какие призы. Ой, какие призы. Как много лута. О, как лута много. Как не призит вообще просто. Попробую сейчас что-нибудь с этим сделать, конечно, но, не знаю, получится или не получится. Так. Что-то вроде получилось, да? Нет, не получилось. Так, секундочку, ребят, у меня тут как бы... Что-то на пустом месте какая-то фигня случилась. Ну, вроде сейчас все нормально. Итак. Лута нету. Лут, ты где? И как мне тебя взять? Ммм... Ммм... Как вам, а? Где мой дробовик? Просто на карте нет ничего. Ладно, переживем. Что, впервой как будто. Проблема в том, что я сейчас бицепс не могу себе набить, как вы понимаете. Потому что никого вообще не вижу, даже ботов не вижу. Там были парочка никсов, но не убежали. И на этом все закончилось. Лута тоже не вижу. Офигеть. Просто полка-то побежал, лута нет. Игра. О, дробовичок. Ну все. Я затарился, теперь можно идти убивать. Вот таково. И как, я не знаю, но... Как вам, а? Как вам? Как вам? Я кнопки нажимаю, но не нажимается. Чувствуете? Чувствуете? Это мощь короля, да? Чувствуете? Чувствуете мощь короля? 13 уровня против 8-го никса. Чувствуете, да? И я чувствую. И я чувствую. Очень мощный король. То есть, я был там, Брюс ударил сюда, я умер. Ха! Прекрасная игра. Просто у меня нет слов. У меня просто нет слов. Ммм, кайф. Какой кайф. Да. Я уже чувствую, как буду брать 1200 рейтинга на крыле. Так, ощущение, что без зубом опера вообще нет смысла играть. Ну, вот реально. Ну, ты просто смотришь на вот это вот и думаешь, а что? А где? А почему, да? А кроль, как бы это самое место тебя решает, что ему надо, а что не надо. Раз. Два. Три. Не, красиво. Вот так вот надо играть. Ну, никсов слишком много. Ну, прям капец. Ну, с ботинками. Ну, с чем у них? Чего у них только нету? Ну, конечно. Вот же хитрец. Да, блин, еще и... Ладно. Победим все равно. Он меня даже ни разу не продамажил как-то. Обидно. Мне бы сейчас продамажили, чтобы я аптечку залутал. Очередной никс залутал. Ну, убил. Ладно. Лигдарного бота. Еще не залутал. Еще один никс, капец. Это, наверное, то, что с ботинком. С удалями с фатома играет. И поблизости этого слова там еще и, наверное, было кофе. Или инструменты. Такой, знаете, лейтгейм прям. О, о, о. Очередной никс, да? Неожиданно. О, кстати, смотрите. Два удара. Два удара и минус у кролика половина хп. Это как? Что-то не помнишь, чтобы у кролика было... Чтобы никс бил по тысяче урона восьмого уровня. У кого есть никс с восьмого уровня? Ну, напишите в комментариях. Интересно просто. Что-то как-то мне кажется, что с дробляка какого-то слабенького и с лука он мне не мог снести тысячу урона. Какие тысячи? Две тысячи урона мне снес, да? Ну, по тысяче урона с одного из... Как-то мне кажется, что этого невозможно. Что-то тут не то. Что-то тут разрабы, как всегда, через одно место что-то сделали. Они же говорили, что сделали грандмастерскую штуку вот эту попроще, да? Что-то там теперь, типа, если ты грандмастер, там, пятый против четвертого, то у тебя бонус 5% идет к усилению характеристик, если я не ошибаюсь. А раньше был то ли 25, то ли что-то такого. Знаете, вот вроде имбао кролик, да? А вроде душат. Причем душат все, кому не лень. Ты, конечно, можешь от всего уворачиваться, но тебе все равно один выстрел, и как бы надо хилиться. Один выстрел, и надо хилиться. И как... как в это играть? Просто один выстрел, всегда восьмого уровня. Ай, что-то разрабам надо делать с игрой. Хамерен, конечно, на халяву тут пытается меня убить. Ну вот, видите, один выстрел хамелеона, и я умер. Один, блин, выстрел с дробовика, или с чего он-то попал в меня. Мне просто слов нету. Ну да, легендарный дробовик, правда, но все равно один выстрел. Неожиданно, да? Как на кролике играть? Как? Я ему даже хп-шку прокачал. Он у меня хп-шку прокачал, он все равно не вывозит. Его просто с одного выстрела убивают. Ай, душно, душно. А он ни в кого повозь не может, потому что, ну, хамелеон в инвизи, да, там все дела. Кто там еще был со мной? О! Бату надо 4 выстрела, чтобы шопнуть. Понимаю, понимаю. Не, без зубов вампира, мне кажется, кролик вообще не играбелен. Зубы вампира ему дают всякие, такое прям жесткое преимущество на постоянный отхил. Который не... Ну, видите, просто бот выстрелил, как бы. И все, как бы. Ой, какие он тайминги дотянул. Смотрите на дробовик, а? Как вам? Длинноват немножко, да? Стенку против кролика поставить, алик, серьезно? Он же не один... Ой, там же не одиночный выстрел у кролика. Легентарная копья выпадает, конечно, очень полезный для меня артефакт, не спорю. Надо как-то, что ли, поаккуратнее к кроликам играть, пока не набью фул мускулы. Наверное. И все-таки как-то надо зубы вампиры поставить. Может, тройные гранаты убрать. Ну, блин, тройные гранаты дают такое жесткое преимущество в уроне. Они вот, во-первых, дают против ближников очень жесткое преимущество. Да и против дальников дают тоже преимущество неплохое. Ну, блин. Не могу я пока что расстаться с гранатками. Видите, даже слоник с странными гранатками не расстается. Сандалии святого? Конечно. Кто бы ожидал другое что-то, да? Ну, смотрите, сколько урона вношу. И ничего не могу догнать, убить и все такое. Слона почти... Ну, не почти, ладно. Слона можно было почти убить. Ну, просто никса догнать не могу на кроле. Как вы... Почему? Да стреляй ты уже, ну! Ой, просто нет слов. Никса догнать не могу. Ну, а кроле, у кого-то, вроде, три прыжка. Три. А перезарядка, самое интересное, что почти как у никса одного. Это очень, кстати, странно, что перезарядка прыжка у кролика, такая же, как у одиночного никса. Ну, и куда это делся? Странный. Только что вот здесь. Там еще генри летает страшный, опасный убийца. Ну, смысл? Ну, я же попал, ну... Ну, игра, ну... Один выстрел. Видели у меня? Один выстрел был только что-то сделан. Офигеть. Просто один выстрел у меня был сделан, и меня так вынесло. Да что ты... Офигеть. Просто один опять выстрел. Пол хп ушло от краба 11 уровня. Офигеть. Вот это персонаж, конечно, кроль. Ага, сейчас обойдешься. У них самый, конечно, объем. Домой. Все. Убили, наконец-то, всех. Блин, какие жесткие, а? А то мне еще повезло, что я успел налутать бицепс. Если бы не успел, наверное, мне бы наказали очень жестко. У меня ни разу краб не хуканул так-то, он мог меня шотнуть вообще. Очень странный краб, но... Что получилось, то получилось. Ребят, кто такой кролик? В принципе, может тащить, но для того, чтобы затащить, ему нужны в начале и в середине определенные условия. В конце, в принципе, он уже может затащить. Главное, чтобы не было ситуации, когда вы вкидываете весь урон, но не можете добить противника, и он убегает. В этом случае большие проблемы становятся, очень большие. Потому что вы теряете, как бы, ну, аптечку, пока деретесь, да? Как минимум, потому что так всегда бывает. Из противника аптечку не поднимаете. У вас, получается, минус одна аптечка. Еще минус, наверное, там, половина хп. И вот вы таки остаетесь, и вам, получается, что может просто прийти кто-нибудь и навалять. А вы такие, ну да, ну да. А тот чел ушел, там, на одном проценте хп, его убил с другой, забыл с него аптечку. Ну, как бы бывает, да, такое. Но кролик все равно прекрасный персонаж, как по мне. Просто нужно больше времени на нем поиграть, чтобы адаптироваться, и тогда можно будет уже нагибать. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.